шкода octavia тур и у нас горят постоянно сзади стопы на не реагирует на педаль тормоза то есть и дергал не помогает соответственно не включается круиз-контроль потому что при неправильной работе датчика при нажатии насыплений на тормоз он отключается что будем делать сначала посмотрим на датчик тормоза здесь вот если снять эту панель она снимается два винтика здесь есть вот и с той стороны еще два винтика откручиваем под звездочку шестигранную снимаем панель и добираемся до датчика нажатия тормоза так называемую лягушку добираемся смотрим прозваниваем в каком она состоянии должна при отпущенной педали быть замкнута ну и соответственно загораться лампочка из-за нее или нет сейчас мы этот вопрос выясним снимаем эту панельку чтобы увидеть этот датчик и так после того как открутили вот эти вот клипсы еще нажимаем одно и второе и панель выходит вот это у нас зеленая значит на сцепление синяя на тормозе зеленая и вот нужно определиться что с ней немножко плохо видно ну вот так вот вот эту штучку зеленую нужно снять сейчас определимся нажимает она или нет что-то там нажимает но почему-то не тохнет нужно снять фишку и прозвонить значит дело оказалось действительно фишки не выезжает в самой фишки в зеленой есть такой язычок который вылазит причем должен вылезти вот так вот это на сантиметра два он зашел внутрь и не выскакивает как его снимать до конца засовываем язычок и весь корпус а он там выглядывает миллиметров на пять весь корпус проворачиваем против часовой стрелки он такой колот отклацывается и можно вытащить я так пару раз вытащил вставил вытащил вставил и что-то теперь он даже не вытаскивается но когда вытащил язычок ходит сантиметра на два вставляю закласснул и он там чего-то зафиксировался есть какая-то проблема именно с датчиком с лягушкой в общем то проблема найдена вариантов два поменять или отремонтировать сейчас будем решать значит как только я отсоединил фишку а здесь четыре провода там две контактные группы одна по моему наружная другая внутренние два провода и фишка снимается вот эти два зажим чеках зажимаем и вытаскиваем и все решилась проблема ну то есть погасли задние огни задние стопы то есть проблема точно здесь ну а сейчас осталось заклинило меня почему-то заклинило лягушка не снимается сейчас с этим нужно нельзя так ну вот не горят стопы все в порядке сейчас буду решать проблему не снимается буду пытаться как-то выковырять и оттуда и отремонтировать и так смотрите получилось у меня снять долго мучился не получилось у меня нажать на этот фиксатор потому что он во первых не нажимается просто сдвигается под флажок флажки которые входят в паз в корпусе под него зашел зашла это белый фиксатор и соответственно после того что как я все-таки смог провернуть против часовой стрелки нажимал проворачивал нажимал проворачивал он во первых с двух сторон и он не нажимается сдвигается поэтому ничего не получалось нажимал и так с 50 раза все-таки повернул сейчас буду смотреть в чем вопрос разберу посмотрю где то есть проблема вот так он должен выходить а стоял вот в таком положении поэтому вот так он и и стоит в нормальном состоянии это он открыт сейчас я вот эти вот фиксаторы сдвину и он начнет работать по-другому в рабочее положение он входит когда вот эти фиксаторы можно или пинцетом или какой-то такой тонкими круглогубцами сдвинуть сейчас вот с этого положения оба вот в это положение и он взводится в рабочее состояние а когда его сдвигаешь в это положение это положение снятого только нужно это делать на нажатой кнопке нажали и можно что-то делать и она потом должна начать работать мы будем смотреть и так состоит из нескольких частей вот эта передняя часть вот эта задняя часть шток который туда-сюда ходит и вот суть в том что вот у него такая резьбовая часть в зависимости от того насколько сильно вы его всунете когда он будет когда вы будете включать он вот этими этой резьбой фиксируется или сильно будет выезжать вот так при отпущенной при нажатой педали или вот так вот будет все зависит от того как вы его поставить в общем-то от этого зависит он универсальный для нескольких автомобилей поэтому так сделали значит вот эта контактная группа два тут есть крайние контакты они всегда как видите вот по кругу идет это как бы общий а рабочие вот эти средние этот и этот больше ничего тут не замыкаются самой группой получается что когда полностью туда эта контактная группа зашла в самый низ вот туда вот вот это рабочее состояние а вот эта часть она просто или далеко заезжает или недалеко то есть суть суть фишки вот сложной в том чтобы удлинить или укоротить чтобы она была универсальная поэтому посмотрел вроде бы все нормально возможно проблема вот в этих зубчиках по бокам видите на штуке есть вот зубчики тут они немного прослаблены здесь и прослаблены в корпусе здесь тоже там когда вы завод когда вставляете поворачиваете эти зубчики входят в контакт с вот этой частью и уже стоят или длинно или коротко но на зубчиках и зубчики коротенькие поэтому как то вот есть недостаток универсальных приборов сейчас буду ставить что делать если не снимается на месте вот эти с двух сторон разнимаете вот эти разъемчики фиксаторы сначала с одной стороны два потом с другой стороны неудобно но это возможно вот в этот раз у меня тоже не открывался но я вот так вот сделал раскрыл вытащил внутренность вытащил шток и тогда он нормально повернулся и я снял то есть вот если вдруг нет возможности снять то разбирайте на месте и она тогда потом уже поворачивается против часовой стрелки и вот нормально снялся ну а тут перепутать невозможно все нормально соединяется но только сначала нужно вот эту штучку там она по-другому не становится у него есть разрезы такие что не получится попутать как его вставить по-другому не вставляется вставляете потом вот так вставляется потом палец шток потом пружинка в него палец потом пружинка вставляется и пружинка надевается вот на вот этот на эту штучку вот так перепутать не получится и одеваем и снова пытаемся поставить на место значит я разобрался в чем проблема проблема в этих шлицах которые вот есть здесь на штоке при он свободно входит не шлицами не упирается когда в свободном состоянии но потом когда фишка фиксируется вот эта часть поворачивается вот эта часть поворачивается и входит в зацепление с шлицами и должна держать плотно настолько что при движении должен вместе со шлицами толкать и контакт но пружина с этой стороны стоит основном имеется ввиду вот это основная пружина достаточно плотная и уже шлицы не держат просто проскальзывает на шлицах поэтому ничего не остается сделать как убрать шлицы шлицы нужно убрать потому что иначе не получится зафиксировать нужно сфиксировать вот эту часть вот этой неподвижной части подвижная нельзя потому что она будет крутиться она двигается и приклеить но неправильно что нужно сделать нужно зафиксировать здесь вот есть вот вот так он правильно становится и вот здесь сейчас возьму насквозь просверлю отверстие тоненькое чтобы просунуть вот здесь сбоку вот здесь насквозь прямо здесь просверлю отверстие просуну проволоку загнули и вот эта черная часть будет зафиксирована с белой все и таким образом сделаю правда это наверное вот как то вот так чтобы он не полностью вот в таком каком-то положении и все причем чтобы вот эти пазы как-то так были посредине и все теперь при но уберу но но срежу шлицы и зачем чтобы ну чтобы они там не мешали короче потому что могут мешать при фиксировании вот тут когда будет заезжать вдруг она не попадет и как у меня и было не на паз не попадает почему-то была проблема но если я зафиксирую проблемы не должно быть и будет вечная фишка поэтому она будет не универсальная мне не нужно вот такая история сейчас я проверю насколько сильно должен быть выдвинут шток потому что при смотрите у меня почти до самого конца он нажимается вот как я зафиксирую он должен зайти и не упираться почти до самого или даже до самого конца потому что иначе если я слишком длинный сделаю то он будет в шток упираться это неправильно он должен там корпус упираться они они в этот шток он не предназначен это все и сделано ну собственно повторять и так фиксируем его насмерть убираем срезаем вот эти вот шлицы вообще будет вам счастье ну что же вот такая ситуация у меня получилось всего лишь вот такой ход я сделал потому что укоротил на всякий случай при нажатии отпускание эти два контакта замыкаются размыкается я уже проверил прибором все нормально как я сделал немножко пришлось покромсать сам датчик но зато получилось надежно сейчас пока что значит покромсать так как я смотрите просверлил насквозь отверстие вставил проволочку загнул с двух сторон вот на таком расстоянии если вы хотите чтобы шток сильнее выходил то немножко глубже его поставьте но это всегда можно переделать одна дырочка бы здесь убрать проволочку опустить ниже но суть в чем что так как здесь проволочка то пружинка сюда уже не влазит значит пружинку оставляем она не нужно второй момент так как здесь проволочка то вот этот шток вот этот штырь который выступал вот аж до сюда еще на сантиметр мне пришлось откусить потому что проволочка мешает но теперь зато он в рабочем положении и назад он отпускается не за счет это пружинка лишь бы вот этот шток не телепался но он же у нас не телепается потому что он на проволочке держится они просто так телепается собственно и все собираем пружинка лишнее ну и я как сказал немного этот обратную сторону штока откусил теперь ставим на место теперь кроме этого надо сейчас возвести назад фиксатор я его так поставил чтобы потренироваться ставим на место и пробуем что у нас получилось и так поставил я на место вот тормоз горит почему потому что я нажал на тормоз палкой убираю палку тормоз не горит все датчик который отремонтировал навсегда то есть не будет той проблемы которая возникает вот таким механическим способом с помощью плоскогубцев нужно откусить там что который мешал и просверлить тоненьким отверстием и кусочком проволочки зажать все это полный ремонт повторяйте зато теперь уже отломаться не будет вниз тем более это оригинальный а не какой-то китайский ну и вне зависимости от там состоянии этой зубчатой передачи шлицов зубчатых он будет работать потому что надежно на проволочке поэтому на штифте так скажем это был штифт который сделан из проволоки повторяйте подписывайтесь на канал много таких интересных моментов которые приходится делать на ходу самостоятельно додумываться не всегда это можно увидеть в интернете такой способ конечно же в интернете не увидеть увидимся на канале